хорошо что у 157 зила вот такие широкие и мощные крылья пробуйте помыть на лазе на икарусе чистое стекло новая машина автомобиль я практически как якубович зис зил на букву з зверь привет друзья вас приветствует канал кульса тест-драйва и я его ведущий максим красильников пусть вас не смущает надпись на капоте этого грузовика и зил ребята это не оригинальное оперение не оригинальная кабина а под всей этой зиловской зила 157 кабиной скрывается настоящий зис 585 ммз мытищинского завода знаменитый самосвал герой послевоенных трудовых подвигов первых пятилеток на этом грузовике отстроено действительно огромное количество жилых домов после войны этот грузовик участвовал практически во всех да нет ребят наверное во всех больших стройках советского союза 50-х 60-х 70-х и как видите он до сих пор дожил и мы его забрали ребята он работал работал до последнего даже в двадцать первом веке наш зис 1952 года ребят кто не видел как мы его покупали и пригоняли на базу а это было уже два года назад можете посмотреть поискать на нашем канале хотя зачем искать ссылочку я оставлю в описании под видео ребят сегодня наша задача оживить этого мастодонта 50-х годов ребята 1952 год он помнит еще иосифа виссарион еще сталина представьте сталин умер кто не знает в 1953 году поэтому это еще сталинский автомобиль в чем тоже его как бы оригинальность присутствует и они с нашей победой второй серии тоже 1952 года рекордсмены в нашей коллекции старше этих двух машин пока увы мы не нашли когда придет очередь реставрации этого грузовика ребят сказать точно не могу сегодня практически два года как я говорю прошло как мы его пригнали как пригнали поставили сюда он стоял мы слили воду сняли аккумулятор ребят ничего специально мы делать не будем мы его не заводили не трогали сейчас заливаем бензин заливаем воду ставим аккумулятор пытаемся завести заведется ли знаменитая захаровская шестерка рядная вообще уверен на 95 процентов что она заведется потому что действительно двигатель простой надежно и по сей день его любят водители и за ним кстати гоняются двигатель очень удачно да он не мощный да он низкооборотистый ребят но он крутой крутой в своей надежности и неприхотливости сейчас мы это с вами проверим и увидим обратите внимание как у нас удобно расположены жалюзи капота ребят вот этот огромный двигатель действительно для шестерки он огромный мы привыкли видеть двигателя там бмв шестицелинговый ряд на дата как на 34 кузовах но они гораздо меньше сам ездил на таком бумере этот смотришь этого это огромный кусок чугунины кстати очки здесь будут сто процентов мешать поэтому мы их убираем так ребята нам надо залить воду вода у нас заливается вон и где так сейчас надо открывать еще другую жалюзи с чего это у нас интересно трубка торчит так сейчас проверить масло кстати то что он простоял долго масло у нас как мы видим зергут кстати как мы его покупали с этим маслом друзья так она когда его меняли непонятно масло кстати уже черное но наша задача завести прогреть если накачает воздух никаких утечек в воздушной системе не будет а здесь я напомню что уже пневмо тормоза чуть прокатимся про базе по базе и надеюсь ничего не снесем по система ниппель да посмотрите какой обалденный обзор компрессор примитивный карбюратор так вода вода у нас заливается здесь а если честно уже ребят не помню где находится у него все проживело я думаю что этот грузовик наверно никогда антифриза летосола и не видел какой не экономный расход воды кстати интересно мы закрыли тут я не проверил а вот вот Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор 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 А.Егорова смотрите какая проблема есть на здесь и с открыванием двери поэтому ребят кашу маслом не испортишь давайте мы по максимуму зальем и оставим его на какое-то время и проверим а теперь ребята устанавливаем аккумулятор воду мы залили маслом и проверили дверь зачем-то на пшик или но опять проверим посмотрим поможет или нет сейчас ребята посмотрите на автомобиль он сколько простоял а какое гордо это для этого старичка автомобиль я практически как якубович теперь я вооружаюсь ведерком с водичкой и тряпочка чуть-чуть надо согнать пыль хотя бы со стекол чуть-чуть привести порядок на рабочем месте водителем что там пыли куча а я к своему студу куда-то так давно работал физически что засунул куда-то нашу робу и найти ее не могу теперь ломаю голову либо в стирку домой отвез вот не помню кстати как я давно ничего не брал в руки тяжелее вилки и ложки а ну иногда еще камеры для трудовых будней кузницы ребята посмотрите в какое неприглядное позе хорошо что у 157 зила вот такие широкие и мощные крылья потому что мой вес составляет 110 килограмм если посмотреть на родные крылья зи 150 зил 164 там уже так удобно и интимно вы не встанете ребят для чего я встал в такую неприглядную позу ну что бензонасос реально находится хрен знает где внизу и чтобы дались до него мне надо немножко по излагаться главное чтобы жена не увидела какие вещи засираю она увидит я дали боя по самые не балуй либо в баке вообще сухо было сюда нет никакого ощущения чтобы за носу скачали ну когда мы его сюда гнали ребята работал он без проблем есть вот это потери это потеря потери а у меня сегодня еще встреча причем ребят деловая деловая а так закроем пока не будем защелкивать геморрой на если честно защелки будем надеяться что больше они закрывать я не буду ребят вы должны все это увидеть как он заведется и как все крутится одну мы пока оставим так ну вот и орудие на сегодня решу мне нравится в этом автомобиле это легкодоступность вы будете помыть на лазе на икарусе ребята да пылится за два года она собиралась огромное количество поэтому я думаю что даже за рулем я бы мало чтобы увидел через такое чистое лобовое стекло а уж очень не хочется поцарапать желтый икарус или бочку кстати вот не знаю какое видео первое выйдет про зис или про наши газоны ребята ну вот вчера мы снимали серию про газоны это мы хорошо показали бочку которую мы купили под молоко так вот ребята чем больше я на нее смотрю тем я понимаю что реставрация этой бочки будет гораздо хоботнее геморрой не тем реставрация газона кстати обратите внимание ребята на эти дворники стояли вот такие маленькие ровные щетки насколько трафик был маленький в то время ну что чистили они реально маленькую образурку как он на стекле водителя так и на пассажирск а сильно много видеть не надо задачу этой техники только вперед довести сыпучий груз или какие-то кирпидоны до точки назначения о чистое стекло новая машина мне вот сейчас интересуют два вопроса заведется ли он что помою за одной дверь если вода осталась да друзья очень хочется побыстрее отреставрировать эту машину но к сожалению пока мы не найдем все родные оперения этой техники то мы даже браться за нее не будем чтоб она не занимала место в ремзоне потихоньку чуть собирается у нас здесь стоит сзади 130 мост уже в городе львове уже давным-давно забрать надо нету все попутного на рейса есть серия где мы привозили от кабина стоит 164 крылья которые одинаковые были с со 150 и нашим 585 и там лежит задний мост передний мост еще еще один двигатель и тоже ходовой но ребята просто так ехать тратить солярку солярка сейчас нынче дорогая то как бы дороже чем выходит весь этот но мы купили все это когда-то по цене металлолома ребята для людей это металлолом поэтому ищем чтобы отвезти какой-то груз во львов и на обратной дороге забрать наши причин дала ну а теперь давайте попробуем завести этого зверя даже смотрите зис зил на букву з зверя не буду пока закрывать двери ребят нейтрал очка давно не сидел за рулем такой старой техники здесь у нас расположен ноженой педальный так называемый стартер очень удобно на мой взгляд вещь ну с богом крути ребята я в шоке с пол оборота вот это ребята надежность блин я такого не ожидал теперь если еще накачает сейчас воздух нигде травить не будет чтобы у нас были тормоза ребят честно я думал ну придется покрутить долго и нудно сами все видеть а если он сейчас еще поедет а потом еще и подымем совок самосвал он подымется и опустится самостоятельно ребят я могу только сказать тогда только респект и одно сказать сделано в ссср ребят а что самое главное что тут все просто не ожидал вот наверно за это их ребята и любили шофера я еще думал что могут быть какие-то кз в проводке но нет а нет давление масла на холостых ребята держит две двушка это отлично амперметр зарядка идет воздух правда пока ну идет ребята качает уже четыре атмосферы еще чуть-чуть и можно будет ехать так но я пойду пока закрою жалюзи ребята вот знаменитый звук рядной захаровской шестерки немножко хлюпает у нас компрессор ну так и должно быть посмотрите как он приятно бурчит затыкаюсь наслаждайтесь звуком и как гордо на верхней плите двигателя надпись сделано в ссср на русском языке ребята не на английском как сейчас везде делаю выпускаем у себя пишем на английском зачем не знаю все компрессор отключился значит воздух набрал система набрала сразу видите пропал звук компрессора и посмотрите как ровно ребята практически нет вибрации и давайте вспомним то что это 2 двигатель еще не капиталился эта машина не проходила реставрацию как она есть как мы ее пригнали если мне память не изменяет в районе 80 километров так она и стоит ну что закрываем капот и попробуем проехать защелкивать я его не буду я в шоке теперь главное ребята чтобы у нас сцепление не не залипла ох и пыли сел пипец сцепление 2 конечно неудобно расположена педаль газа прям под стояночным очень неудобно да сцепление чуть-чуть залипает ребята но он едет 3 так главное мэрс не поцарапать воздух шипит задняя смотрите как хорошо включаются передачи только я нифига не вижу назад будем считать что там никого нету и кстати руль ребята но относительно конечно день его покрутить это тяжкая работа но с учетом того что здесь нет никаких усилителей то это он работает просто замечательно кстати коробка без синхронизаторов обратите внимание со второй на третью перешел ребята без двойного выжима коробка сработала тихо просто идеально бочка молоковозка мешает нам маневрам опять включился компрессор характерный звук а и но у и опять на третью перешел без двойного выжима в принципе можно спокойно трогаться и на 3 ребят ну а теперь обратите внимание ребят как шипит тормоза шипят тормоза мы его завели завелся он секунды за три наверное обработать стартером хорошо подкачали топлива и заурчал давление воздуха он держит коробка двигатель работает исправно он едет тормоза работает исправно а теперь час че откроется ли кузов подымется ли пошел ребята пошел смотрите работает а теперь давайте рассмотрим его получше итак ребята давайте посмотрим поднялся держится конечно ржавчины вот когда поднимаешь кузов ржавчины немеряное количество и даже отсюда видно что все листы сгнили поэтому работы по восстановлению самого кузова будет огромное количество да и самим грузовиком придется шасси помучатся очень дико но я уверен когда наберем запчасти ребят мы эту проблему постараемся победить кстати сейчас уже можно и очки одеть солнышко-то светит кстати что-то я не в очках из 21 века проехался за рулем этого раритета сейчас я исправлю ну что ребята если честно на мой взгляд кстати пишите в комментариях это наверное одно из эмоциональных видео на проекте кузинца тест-драйва вроде бы мы ничего глобального не сделали залили 10 литров бензина обмыли лобовые стекла залили воду и поставили аккумулятор и он работает ребята он работает что еще надо грузовику на дальних трактах это надежность и зис пятьсот восемьдесят пять мытищинского завода в варианте самосвал это доказывает на сто процентов я думаю что простояв и еще два года он точно так бы завелся честно говорю ребят не ожидал три секунды наверно силы работы стартером и машина завелась беспроблемно ровно не тарая все круто ребята сейчас мы еще посмотрим помогли нам на на протек победить скрип в двери и на этом будем с вами прощаться и так сейчас мы проверим правда ли здесь написано супер смазка на на протек но открывается без закуса уже точно ребят прошло время минут двадцать пять как вы помните первый раз когда и открывал открывалась с трудом сейчас в принципе сейчас даже попробуем одним пальцем она право рано поворачивается ручка опускается вниз до этого мне приходилось прилагать конкретно усилия а вот и борт закрылся так что ребята второй раз мы его проверили будем еще проверять будем проверять и другие средства на на протека так что посмотрим правду ли нам продают хороший качественный товар либо опять хотят обмануть пока работает ставлю пока пятерочку по пятибалльной шкале ребята чтобы ничего не пропустить как опускается кузов не хочет опускаться видно пока давление полностью не упадет не сам не сядет не поможешь точнее ему чтобы ничего не пропустить что происходит на канале кузнеца тест-драйва а мы сейчас начинаем гонять пауков как вот на примере сегодня на зисе на нашем у нас сейчас будут заводиться лазы и не просто вот если мы завели просто так чтобы машинку чуть-чуть прокатить ну не должна техника долго стоять и мы делаем неправильно надо хотя бы это делать хотя бы раз полгода на вообще по-хорошему раз три месяца но к сожалению не всегда хватает времени заводить мы автобусы будем заводить и карус 260 который стоит уже тоже практически два года возле той стенки будем заводить нашу наташку будем выгонять и карусы достойника ребята подписывайтесь пишите в комментариях что вы думаете как завелся сегодня этот мальчик причем хороший мальчик не забудьте поставить лайк ребята и не нам а именно этой легендарной машине шоферам которые верой и правдой очень тяжело но отстроили нашу страну после войны на этой технике ну и конечно создателям этого легендарного грузовика до новых встреч ребята и помните что мы куем для вас тесты на земле на воде и с нанопротеком ребята до новых встреч будьте с нами до свидания а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok